Дорогие друзья, коллеги, тема нашей сегодняшней лекции – дискуссия о толерантности и политической корректности. Эта проблема чрезвычайно актуальна во всем мире глобальном, в России многонациональной и в Свердловской области, которая становится все более и более многонациональной. В качестве презентации представлены сведения о том, сколько учащихся в некоторых школах нашего города. Как видите, школа 149, 82% иноязычных учеников, где-то 70, где-то всего 37. Так что надо, вполне закономерно, что так или иначе возникают межнациональные и межконфессиональные конфликты. Есть опыт инклюзивного и эксклюзивного образования, воспитания толерантности и уважения к законам Российской Федерации и обычаям ее народов. В теории межнациональных отношений выдвинуто три основных идеи поддержания социального согласия и решения проблем. Проблемы будут в любом случае. Итак, прежде всего, это равенство прав и обязанностей граждан, вне зависимости от национальности, расы, религии, социального положения. Толерантность, как уважение национальных и культурных особенностей человека и социума. И политическая корректность, как ведущее проявление толерантности. Именно об этом мы сегодня и будем говорить. Проблема толерантности и политкорректности предмет множества дискуссий. Ну вот несколько цитат. Мне кажется, главная проблема Соединенных Штатов это стремление быть политкорректными. Обратите внимание, так сказал президент Дональд Трамп, который, с мнением которого американцы, как вы знаете, не согласились. Поскольку на выборах победил другой кандидат, который как раз был сторонником толерантности и других проявлений политкорректности и иных проявлений современной, в его понимании, демократии. Ну, ясно, что вот один из лозунгов, который в жизни черных тоже важны. Это лозунг движения за права меньшинств. Кстати, вот Блэк о человеке, это оскорбление. А, кстати, о негр, еврей. Разумеется, наверное, кто-то скажет так. Недавно в Европе футбольного арбитра за слово черный о человеке дисквалифицировали надолго, надолго, надолго. Матч футбольный отменили. Так что оскорбление. Хотя есть и другие точки зрения. Потому как я филолог, я обращаюсь к словарям, в словарях русского языка никаких помет возле слов негр и еврей нет. Черные, ну, в этом значении, конечно, что-то может быть, но название, обозначение национальности этих в русском языке нет. Ну, направление толерантности, не знаю, насколько там это видно, вот эту схему. То есть толерантность, она бывает совершенно различная. Это уважение, признание равных прав и обязанностей людей другой расы, другой религии, другого пола, другого экономического положения. И многое, и многое, и многое другое, вот на схеме это вам и изображено. Кстати, из истории проблемы. Понятие толерантность возникло в средние века, когда религиозные философы задумались о том, а что же, как верующий человек должен относиться к людям другой веры. Например, как истинный католик должен относиться к евреям или мусульманам. Как спасти их от ада, который ожидает всех еретиков. Некоторые богословы считали, что истинный католик должен всячески стремиться обратить евреев и мусульман в христиан. Ну, а если евреи или мусульмане не согласятся, то его нельзя считать полноценным человеком. Иретиков просто-напросто сжигали на костре. Одна из испанских королев приказала изгнать всех евреев из Испании. Но постепенно победила теория религиозной толерантности. Было решено, что надо терпимо относиться к другим религиям. Что нельзя преследовать человека за его религиозные убеждения. Это было давно, это было очень давно. И за много столетий человечество пришло к идее национальной толерантности. Очевидно, что русские не похожи на поляков или эстонцев. Но это, конечно, не повод для вражды. Однако и принципы толерантности, уважения взаимных прав, терпимости далеко не всегда соблюдаются. Но если опять же обратиться к истории в Соединенных Штатах полтора века назад, подумайте, это ведь совсем, казалось бы, недавно негры были рабами. Кстати, были рабами и большинство русских. Крепостное право, как известно, было отменено примерно тогда же, когда рабство в Соединенных Штатах. А на индейцев в Соединенных Штатах велась настоящая охота. Но сейчас там господствует принцип расовой толерантности. Следующий этап. Люди приходят к идеям классовой или социальной толерантности. Да, в России до сих пор мало кто любит богатых, но множество же мечтающих о богатстве. Люмпенов, впрочем, тоже не любят. Но еще хуже вражда и тем более революция. То есть, смотрите, вот был один вид толерантности, другой, третий, общество развивается. В современном мире, в мировом сообществе принят принцип межкультурной толерантности. То есть, нужно терпимо относиться к национальным, культурным и иным различиям между людьми, к национальным традициям. Скажем, был я в одном из стран бывшего постсоветского пространства. Там практически нет понятия детский дом, практически нет бездетных семейных пар. Понятно почему. А потому что семья в широком смысле всегда никогда не бросит своего. В некоторых странах до сих пор принято жениться на девочках 12-13 лет. Платить родителям девочек деньги за невесту или красть невесту, это тоже ебой. В большинстве европейских стран такие женихи считаются педофилами и насильниками. Их ждет просто-напросто тюрьма. По мнению многих европейцев, родители должны не требовать плату за невесту, а наоборот давать ей приданное. Ну, как по русским обычаям, кстати. В результате такого культурного диссонанса возникает множество проблем. Кто прав? Правый арабы, которые считают, что все французы склонны к разврату. Или правый французы, которые считают преступлением, когда пожилой мужчина берет юную девочку в качестве четвертой жены. И к этим ситуациям тоже относится принцип толерантности, стремление понять, найти истоки и предположение, что люди уж как-нибудь сами, наверное, разберутся. В современном понимании толерантность, несколько значений, несколько аспектов этой проблемы. Ну, прежде всего, очень часто переводится как терпимость, то есть умение терпеть, соглашаться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей. Кстати, немало дискуссий шло, а вот все-таки как в России использовать термин терпимость, который, собственно говоря, русский, или толерантность, которые ясно, что заимствованы. Ну, еще один аспект толерантности – это уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры. Да, люди в этом мире разные. Так это же хорошо. Третий аспект – это признание прав другого человека, восприятие другого как равного себе, готовность принять других такими, как есть, взаимодействовать с ними на основе согласия и уважения. Еще один аспект – признание права чужого на сохранение культурных особенностей, непохожести, инаковости. Ну и, наконец, эмпатия, понимание и уважение чувств других людей.